Добрый день, дорогие зрители, слушатели православного канала Экзегет. Сегодня мы с вами продолжим наши беседы о первом религиозном центре израильского народа, который находился в Силоме. В том первом центре, который готовил путь к последующему объединению израильского, а затем уже не только израильского народа, вокруг святыни, известной сейчас как Храмовая гора. Святыни, на которой когда-то стоял первый, затем второй храм Соломона. Святыни, которая впоследствии оказалась в руках христиан, сейчас находится в руках мусульман. Ну а впоследствии там, согласно пророчествам и согласно чаяниям народа Израиля, должен был возведен быть третий храм, который уже станет, правда, местом не служения Богу истинному, но местом, в котором будет явлен в последние времена Антихрист. Но это уж, так сказать, отдаленная перспектива, о которой мы поговорим с вами, надеюсь, намного позже. А сейчас продолжим наш рассказ о том, с чего это когда-то все начиналось. Рассказ о месте, где стояла первая тогда еще походная, разборная скини, такой вот походный храм, святыни 12 колен Израилевых. Это такая была очень драматичная история, связанная с периодом такого возрастания народа Божия под непосредственным руководством формы так называемого теократического правления, когда сам Господь через своих пророков, через своих судей руководил Израилем. И вот последним таким судьей и в то же время священником Израиля являлся пророк Самуил. Его история тесно связана как раз-таки с процессом, который, к сожалению, происходил в то время с вот этим селомским святилищем, который отражал, вообще говоря, те процессы, которые происходили в израильском обществе как таково. Общество – это было обществом святых. Мы с вами говорили о том, что понятие кадыш, оно изначально восходит к понятию отделенный, отдельный от прочего. То есть святой, значит, живущий по другим совершенно законам, принципам, понятиям, чем окружающий его греховный, проникнутый греховным началом мир. К сожалению, именно тогда, когда вот эта отделенность, понятие об этой отделенности как основе святости исчезало в народе Божьем, тогда постигали его многочисленные заключения и бедствия. И именно вот такой религиозный кризис постигает собою и святилище в Селоме ко времени появления пророка Самуила. Ну, как мы знаем, его история связана также с тем временем, когда первосвященником при Селомской Скинии был такой сам по себе, может быть, и праведный, но слишком снисходительный к греху первосвященник Илий, его сыновья, которые традиционно носили имена Афни и Финиес, имена, которые зачастую передавались в потомстве Аарона, имена, которые носили и праведники Ветхого Завета, и в то же время и, к сожалению, и грешные представители этого священнического рода Ааронова. Вот, к сожалению, эти чада непутевые, хоть и исподобленные по причине своего происхождения священного служения первосвященника Илия, никоим образом не унаследовали праведности своего родителя, но превратили служение при Скинии в подобие того, что они видели и что народ Божий мог наблюдать в сохранившихся языческих святилищах, которые на самом деле на тот момент не были уничтожены с лица землеобетованной. К сожалению, в то время и представители Ханаана оказались не окончательно изгнаны с тех мест, где продолжали укрепляться и проводить свою такую греховную и проникнутую всевозможными соблазнами жизнь. В то же время мы знаем, что побережье Средиземноморское землеобетованной в то время было уже захвачено народом филистимлян, которые тоже являлись носителями тех греховных и развращенных обычаях, которые привели к коллапсу и кризису катастрофы бронзового века населения тогдашней и высокоразвитой Средиземноморской, эгейской, критоминойской цивилизации. И все вот это влияние, воздействие дурных нравов, оно чрезвычайно бедственным таким образом сказывалось и на самосознании израильтян. Израильтяне в своем служении, в Скинии, в своем понимании о том, как это служение должно было происходить, к сожалению, начали уподобляться окружающим их языческим народом. Эта картина, вот этого разложения, она рисуется в Священном Писании такими отдельными, отрывистыми, но очень яркими мазками. В первую очередь, конечно, утрачивается то благоговение, которое изначально должно было быть присуще служившим при Скинии праведным потомкам Аарона, Коэном, священнослужителям. Это выражается в том, что они начинают употреблять жертвы еще прежде, чем они были принесены Богу. То есть они могли потребовать себе часть какой-то там вырезки на жаркое из тех жертв, которые возносились и должны были быть приносимы на жертвенники во всесожжение. Они могли, так сказать, прийти и взять любой понравившийся им кусок из тех жертв, которые должны были быть приносимы Богу. Конечно, как служители алтаря, они имели право на то, чтобы от этого алтаря питаться. Право это было оговорено непосредственно в Священном Писании, в том священном предании, которое было получено еще непосредственно от Моисея. И, естественно, принося эти жертвы, принося вот эти вот жертвоприношения животных, они, естественно, могли вкушать и от этого мяса, от того тука, которые приносили в жертву от лица других представителей народа Израиля. Но это должно было совершаться уже после того, как само жертвоприношение завершилось, закончилось. А нечестивые сыновья первосвященника Илья, они делали это еще непосредственно в процессе самого жертвоприношения. И вот в этом отразился кризис религиозного сознания того времени. Дело здесь не только в том, что священники проявляли небрежность, неблагоговение, не почитали то священнослужение, которое они совершали должным образом. Это тоже, конечно, являлось достаточно веской уже самой по себе причиной, которая вызывала справедливые укоризны и отвержение Бога, таких недостойных священнослужителей. Но дело в том, что они превращали богослужение, истинному Богу, в языческую оргию, языческое пиршество, ритуальное пиршество, которое было характерно как раз-таки для прочих языческих народов. Сама вот эта вот, ну что ли, разница была смыта, была размыта в их сознании. Они уподоблялись окрестным языческим народам и даже не понимали, что в этом, собственно говоря, такого. Но все же кругом так живут. На самом деле археологические раскопки говорят о том, что таких религиозных языческих центров было достаточно много в виде таких вот вкраплений в тех анклавах, в которых продолжали жить ханаанцы и филистимляне. И в этих религиозных центрах все, собственно, примерно именно так и происходило. Формой богослужения был в том числе вот такой ритуальный пир, участниками которого являлись и боги. Считалось, что вот за этим накрытым столом, за которым совершается трапеза, за которым совершается поедание, пожирание вот этих жертв, не случайно на самом деле у нас даже, собственно, это однокоренные слова. Жрец, жертва и жрать, в смысле употреблять в пищу, в таком, правда, уже грубом несколько звучании и такой вот коннотации смысловой этого выражения, это не случайно однокоренные слова. В языческом мире сам процесс поедания вот этих принесенных богам каких-то продуктов уже являлась, в общем-то, формой жертвоприношения. Считалось, что этот пир совершается во славу богов и как следует нажраться, набить свое брюхо, напиться как следует на этом пире. Это как раз-таки самое такое богоугодное дело и, в общем-то, форма такого богослужения. То есть, вот подобного рода языческие служения, с позволения сказать, они зачастую выглядели как вот такие оргии, на которых их участники нажрались до отвала, напивались до пьяна, и все это, в общем, превращалось в какое-то такое совершеннейшее безобразие. Вот как раз-таки вот это безобразное языческое начало подобным образом сыновья первосвященника и привносили в ту богослужебную жизнь, которая совершенно этого не предполагала, поскольку это было служение Богу истинным, оно должно было совершаться с глубочайшим благоговением. А совсем не как вот такой вот экстатический пир, преследующий цель вот такого священного опьянения и поглощения неумеренного приносимых таким образом языческим богам жертв. Действительно, ритуальное опьянение также входило как одна из таких вот форм служения богам в религиозные практики окружавших Израиль языческих народов. Ханаанцы и филистимляне, насколько нам это известно, действительно в честь своих богов совершали вот такие ритуальные возлияния, которые выглядели не просто как какие-то там вот капли, приносимые там на алтари, там или выливаемые из богослужебных сосудов какие-то напитки или благовония на алтари своих божеств, но зачастую выглядели именно вот как такое вот пьянство, которому придавался ритуальный характер. А вообще последние такие исследования недавние говорят о том, что использовалось не только даже вино в этом богослужении в таких опьяняющих целях, но и наркотические средства, и находят следы употребления и ГШШ, и опиума, который тоже тогда был известен, и даже недавние исследователи одного израильского археолога позволили говорить о том, что по всей вероятности в какой-то вот форме научились производить на тот момент и близкие к наркотику ЛСД вот такие вот аналогичные по химической формуле какие-то наркотические вещества. То есть опьянение было тоже частью вот этого языческого богослужения, и оно тоже по всей вероятности, насколько мы можем судить, даже из священного библейского текста, происходило, хоть и не должно было происходить, вот в этом Силомском святилище Бога истинного. Ну и еще одним аспектом, который привнесли в богослужебную жизнь Силомского святилища нечестивые сыновья первосвященника Ильи, была священная проституция. Это тоже явление, характерное для целого ряда языческих обществ, в которых вот такое совокупление в храме перед лицом богов являлось, ну что ли, формой служения им. Оно восходило к так называемой симпатической магии, когда вот это действие, ведущее к рождению новой жизни, должно было стимулировать собой плодородие тех природных сил, которые за это отвечают. Поэтому совершать подобного рода деяния, например, во время каких-то религиозных праздников, для того, чтобы побудить силы земли к такому плодородию подобным образом, или заставить пролиться оплодотворяющую землю дождь, это все в той или иной форме зачастую присутствовало в очень многих древних языческих культурах, в том же Междуречье, среди Ханаана, по всей вероятности и среди представителей средиземноморских цивилизаций, это также имело место. Это могло выглядеть как так называемая эрогамия, священный брак, когда жрец или царь вступал в такое ритуальное соитие с специально выбранной для этого храмовой проституткой, либо специально выбранной для этого женщиной. Это считалось почетным. В некоторых местах даже женщины раз в году, даже с самым приличным поведением, должны были прийти в храм, совершить этот грех с любым там даже жителем города или чужестранцем, а деньги за то, что вот они сделали, должны были пожертвовать Богу или богине, пожертвовать на это святилище, на этот храм. То есть это существовало как вот такая вот форма вполне законная в окружающем языческом обществе. Но, безусловно, этого никоим образом не должно было иметь места в храме Бога истинного, в том храме, где сердца и умы людей должны были возноситься к горе, должны были приучаться к богопознанию. Нечестивые сыновья первосвященника Илья приносят вот эту практику храмовой проституции в жизни Силомского святилища. Как о них пишет священное писание, они приходили к толпе собравшихся женщин, выбирали любую, которая им понравилась, и уладили с собой для того, чтобы совершить с ней подобный грех. Почему женщины не противились этому? Потому что в их сознании как раз-таки присутствовало вот это виденное имя окружающих народов, практика священной проституции, которая признавалась как что-то такое угодное вот этим языческим богам. То есть мы видим, что подобным своим поведением, ритуальным обжорством, ритуальным пьянством, ритуальным блудом сыновья недостойные первосвященника или размывали то религиозное сознание, которое возращивало Господь среди своих дочерей и своих сыновей избранного народа Божия. И вот такая утрата подлинного богопознания, подлинного понимания того, что является богослужением и что является праведностью, привела к тому, что Силомское святилище потеряло свой смысл, потеряло свое изначальное предназначение. И Господь гневался в своем сердце на тех, кто это совершал, и готовил запустение, и погибели тому священному месту, которое непосредственно его откровением и было изначально создано. Как говорил сам первосвященник Илии своим сыновьям, что подобным образом они отвращают народ от принесения жертв Господу. Люди видели, что делают эти недостойные священники, и в их сознании возникали вопросы. Если подобным образом совершается служение в храме истинного бога, то, наверное, этот храм пришел в упадок и, наверное, не имеет смысла приносить здесь свои жертвы. С одной стороны. С другой стороны, тем, кто и так склонялся к тому образу, который они видели у окружающих народов, образу, которым те служили своим языческим богам, возникал другой соблазн, возникала другая мысль. Зачем ходить сюда, в этот удаленный, может быть, от их мест жительства селом, приносить здесь свои жертвы, когда это можно с большим удобством делать в тех языческих святилищах, которые были у ханаанцев, рядом с их собственными городами и селениями. И какая, собственно, разница между служением здесь, в селоме, или служением на любых других высотах, в любых других языческих святилищах, которых было на тот момент уже, как мы говорили, немало по лицу всеобетованной земли. И вот такой надеждой на выход из этого кризиса религиозного явился святой пророк Божий Самуил. Как раз таки история его и описана в первой книге царств, которая в еврейском традиции носит название книги пророка Самуила. Вот пророк Божий Самуил явился тем избранным сосудом благодати, который должен был сохранить в своем сердце, в своем образе подлинный смысл богопочитания и подлинный образ богослужения и богоугождения. Его отцом был левит Целкана, у которого было две жены – Анна и Финана. Анна была неплодной, как мы знаем из этого повествования, и поэтому вторая младшая жена Финана находила постоянный повод для того, чтобы вымещать свою злобу и раздражение на более любимой, но бесплодной жене своего мужа. И вот все вот эти ее постоянные какие-то поношения и попытки обидеть Анну привели к тому, что эта праведная женщина почувствовала в своем сердце столь глубокую скорбь, что однажды, придя для совершения своих жертв в Силомское святилище, она отделилась от прочего общества и вечером пришла для того, чтобы принести перед Скиней свою горячую, но совершенно беззвучную молитву. Долгое время стояла она перед святилищем, и хотя губы ее двигались, и хотя сердце ее обращалось с горячей молитвой к Богу, при этом ни одно слово не произносилось ею вслух. Первосвященник Или, который в это время сидел по своему обыкновению напротив святилища и видел молящуюся Анну, решил, что она по распространившемуся в то время, как мы говорили, среди недостойных таких вот служителей и посетителей Силомского святилища обычаю, просто подверглась вот этому ритуальному опьянению, и теперь здесь вот в таком состоянии бормочет и совершает какие-то совершенно нелепые движения, падает на колени, но ведет себя при этом не так, как принято было молиться прочим благочестивым посетителям Силомского святилища. Ну, будучи мягкосердечным по своей природе, он достаточно долго наблюдает за этим, но потом уже не выдерживает и укоряет женщину в том, что она напилась здесь, в святилище Божием, сделала то, что противоречило традициям ветхозаветной праведности, и ветхозаветного богослужения, и теперь в пьяном виде вот здесь вот позволяет себе совершенно какое-то такое недостойное поведение. На что Анна правильно ответила, что она не пьяна, но умоляет Бога о том, чтобы Господь разрешил ее неплоство, снял с нее то поношение, которым отметил ее посреди других, их жен Израилевых, и лишил ее той скорби, которая вот в продолжении многих лет ее замужества, таким тяжким бременем ложится на ее душу, на ее жизнь, вызывает насмешки, укорения и поношения даже в ее собственном доме. Смягчившийся первосвященник Илья говорит «Иди, Господь исполнит твое желание, выполнит твою просьбу, услышал твою молитву». Ободренная этим благословением первосвященника, Анна возвращается к своему мужу и спустя год возвращается в святилище с благодарением, поскольку Господь услышал ее, и она родила сына, которого так и назвала, Самуил, или в таком еврейском звучании, на самом деле, это скорее Шмуэль. Господь услышал, это один из возможных вариантов этого имени, перевода, значение этого имени. И спустя три года после того, как дитя было отнято от груди, а женщины израильские питали младенца грудью в течение трех лет, младенца родители приводят в святилище и оставляют здесь для того, чтобы он здесь рос, воспитывался, готовился к тому служению, которое он, как посвященный Богу, будет нести безвыходно в этом святилище. И впоследствии праведная Анна каждый год приходит в это святилище для того, чтобы принести для растущего ребенка новую изготовленную ею одежду и порадоваться о том, как чадо ее растет в искреннем богопочитании и богоугождении. Действительно, Самуил не ходит путями недостойных сыновей первосвященника Илья, но становится как бы вот таким благочестивым сыном самого первосвященника, воспитанником и проводит свою жизнь неправедно, постоянно при скинии, при этом ветхозаветном храме, и уже в отроческом возрасте у него открывается пророческий дар. Он начинает слышать обращающийся к нему голос Божий. Но первоначально он думает, что это его зовет по имени, окликает первосвященник, которому в его пожилом уже возрасте что-то нужно и потребно какое-то услужение. Он приходит к первосвященнику, говорит, что тот его звал, но тот отвечает ему, что нет, где тебя не звал тебя. И первосвященник понимает, что на самом деле к Самуилу обращается Господь. И вот, когда в следующий раз отрок Самуил приходит к первосвященнику Илью, думая, что тот его зовет, то первосвященник учит его, как нужно отвечать на подобного рода призыв Божий. И сказал Ильи Самуилу, пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой. И Самуил начинает именно так и поступать. И Господь открывает Самуилу, что он отвергнет дом первосвященника Ильи и поставит достойного священника в заменах его и его нечестивых потомков, поскольку Ильи никак не обуздывает своих сыновей. И что дом первосвященника ждет вот такое конечное уничтожение, и никто в его потомстве не достигнет достаточно зрелого возраста для того, чтобы сделаться первосвященником. Эта ветвь дома Аарона, потомство Аарона, вынуждено будет засохнуть и пресечься. Самуил передает грозное предупреждение первосвященнику Илью, однако тот не находит в себе сил для того, чтобы как-то остановить, обуздать своих сыновей, вернуть их на пути праведности. И он понимает, что он никак уже не может изменить их сознание, сознание, которое стало уже практически полностью языческим, и сделать опять тех, кто был научен закону Божию, но отверг его из язычников вновь праведниками, это задача, которую первосвященник Ильи видит для себя просто невозможной, недостижимой, отказывается от того, чтобы даже попытаться как-то ее решить, и лишь, в общем, так кротко, с таким хоть и покорностью, но придает себя вот этому столь неблагоприятному для него дальнейшему развитию событий, говоря, что как Господь захочет, так пускай и сделает, и так и сотворит. И действительно, по прошествии нескольких лет страшная кара обрушивается на дом первосвященника, филистимляне, которые должны были быть побеждены ополчением Израиля, ополчением, воодушевленным тем, что в его ряды был принесен сыновьями первосвященника Афнии и Финиесом, ковчегом Завета, вместо того, чтобы опустить свои руки во время сражения при Авен-Изере, с отчаянием и мужеством опреченных, вступают в эту битву, побеждают превосходящие их израильские силы, убивают и священников Афнии и Финиеса, и более того, успевают заводить боевой, да и вообще величайшей святыней всего народа Израиля, ковчегом Завета. Ковчег Завета попадает в плен. Сам же первосвященник Ильи, как мы знаем, при вести, полученной им о столь страшном исходе сражения, в котором погибают его собственные сыновья, и оказывается похищен ковчег Завета, не выдерживает этого страшного, принесенного ему известия, падает на злечистой скамеечке, на которой сидит, ломает себе хребет и умирает вот таким горестным и, в общем, неприглядным образом за то, что позволил врученное его попечением и его служению святыне превратиться в просто еще одно место, в котором фактически совершается то же самое языческое по своей сути служение, которое совершается и в это же время в других языческих капищах и святилищах ханаанцев и филистимлян. Однако, как мы знаем, Господь не оставляет своей святыне, ковчег Завета, и, в общем-то, с таким промыслительным действием и значением позволяет, попускает ковчегу быть похищенным филистимлянами, вместо того, чтобы с триумфом поместить ковчег в своих храмах, как приношение своим всемогущим богам, филистимляне лишаются и самих своих священных идолов. Их бог Дагон, который, как мы однажды уже рассказывали в беседе, посвященной филистимлянам, изображался как такой рыбо-человек, то, как такая своего рода русалка или русал, если можно так выразиться, человек до пояса и ниже пояса рыба, либо как человек с таким рыбьим хвостом и рыбьей чушуей на спине, вот это жестокое морское божество, которое почитали филистимляне, падает на свое лицо перед ковчегом Завета, рассыпается в прах, когда в храм Дагона в Газе приносится ковчег Завета, точно так же и в других филистимлянских городах начинаются всевозможные бедствия, разрушаются идолы, наросты появляются на лицах жителей этих городов, мышь начинают уничтожать их припасы, и по совету благочестивых учителей израильских, филистимляне, для того, чтобы избавиться от этих напастей, вынуждены в форме тех болезненных наростов сделать золотые слитки, положить их в ковчег Завета и с вот такой муздой этот тарафей, который надеялись хранить у себя, вынуждены вернуть обратно в пределы 12 колен Израиля. Они ставят его на колесницу, запрягают эту колесницу Телицей и отпускают ее туда, куда она привезет этот ковчег. Недалеко от Вевсамиса, хананского города, сейчас он и носит свое такое ветхозаветное звучание Бет-Шемеш, перейдя границы, собственно, уже принадлежащие золотянам земли, эта колесница оказывается в пределах селения Кирят-Яарим, деревня Лесная, как мы бы сейчас это перевели название, и там в доме Авидарии в течение последующих 20 лет этот ковчег хранится. Таким образом, первый религиозный центр израильтян, Скиния, оказывается в упадке, она лишается своей главной святыни, ковчега Завета, и религиозная жизнь Израиля в том виде, в котором она до этого в течение уже достаточно долгого времени существовала, вынуждена изменяться. Ну, и само Силомское святилище приходит в запустение, в упадок, некоторое время Скиния переносится из Силома и хранится в городе Номва, как раз-таки, который приходит священню к Ахиме-Леху за хлебами предложение Давид, скрываясь от Саула. И в то же время пророк Самуил в некотором смысле реформирует вообще саму богосужебную жизнь окружающего его израильского общества. Он поселяется уже не при Скинии, поскольку там нет уже первосвященника, который бы ему покровительствовал. Он поселяется в своем родном городе Раме и там создает жертвенник Богу истинному. Но это не являлось, собственно говоря, каким-то нарушением закона Божия, заповеди Божьих. Подобного рода жертвенники могли сооружаться и в любых других местах. Жертвенник в этом смысле он не являлся полноценной заменой Скинии. На нем можно было приносить какие-то ну, своего рода такие разовые жертвы и приношения, но это не заменяло единого религиозного центра. Но пророк Самуил по внушению Божию решает идти другим совершенно путем. Он понимает, что само по себе наличие вот такого религиозного центра на горестном примере Илия и его нечестивых сыновей еще не является гарантом того, что в нем будет совершаться истинное подлинное богосужение. Он понимает, что народ нужно учить и вдохновлять везде, там, где он живет. Нужно ждать не того, чтобы народ пришел в храм и святилище, но нужно самому идти в народ, просвещать его, совершать для него богослужение, учить его и передавать ему свой пророческий дух, свой образ праведности и образ богоугождения. Именно этим в последующие годы своей жизни и занимается пророк Божий Самуил. В качестве одного из таких важных центров он выбирает всю ту же массиву или мицпу, такой вот город, тоже в горной Иудее, и там он совершает богослужение, там воодушевляет, вдохновляет народ Двенадцати колен на сопротивление филистимлянам, которые на тот момент достаточно жестко контролируют и религиозную, и общественную, даже хозяйственную жизнь Двенадцати колен, не позволяя ему войти в Железный век, но удерживая эти Двенадцать колен вот в состоянии еще бронзового века, не позволяя им иметь собственных кузнецов и естественно не позволяя ему в должной степени исповедовать свойственные ему заповеданные ему религиозные нормы. Вот пророк Самуил борется с этим всеми доступными ему средствами, он вдохновляет народ на противостояние филистимлянам, совершая богослужения и произнося вот такие вдохновляющие проповеди в массиве. Кроме того, он начинает обходить, и мы видим подтверждение этому в Священном Писании, обходить селения отдельные, просто разные селения в земле Израилевой с вот такими как бы богослужениями, совершаемыми в самых разных местах. Подтверждение этому мы видим в истории, когда Самуил приходит для того, чтобы помазать следующего царя после Саула отрока Давида в доме Исея Вифлеем. Для того, чтобы не вызвать подозрения Саула, это мероприятие обставляется им как вот такой характерный, как очевидно для него миссионерский своего рода выход в одно из селений. Совершенно очевидно, что пророк Божий совершает это достаточно часто, и поэтому вот такой поход, в данном случае Вифлеем, не вызывает каких-то подозрений у Саула, поскольку пророк Божий совершает так в разных местах и в разных селениях. Он приходит в дом людей, беседует с ними, воодушевляет, учит их закону Божию, учит их подлинному богопочитанию, совершает вместе с ними жертвы, ну а в данном случае помазывает следующего царя, пророка и царя Давида, тогда еще отрока и юношу. Помимо этого Самуил принимает людей и у себя дома. Каждый, у кого возникает какой-то вопрос, обращается к нему как к судье и пророку, приходит к нему в раму, также участвует в богосужении у того жертвенника, который тот создал там, и может задать свой вопрос. Таким именно образом и Саул узнает о том, что Господь избирает его на царство. Зайдя к человеку Божию, преследуя своих ослиц, потерянных из стада его отца, доходит до рамы и там общается с Самуилом, узнает, что Господь избрал его в качестве первого царя над Израилем. Кроме того, Самуил создает такое явление, прежде, по всей вероятности, вообще неизвестное в Израиле, но впоследствии воспринятые и другими пророками. Он создает институт пророческих школ, такие своего рода кружки благочестия, в которых это подлинное богопознание передается, и в которые входят люди, которые желают приобщиться к пророческому дарованию через общение с пророком Самуилом и через изучение от него норм и заповедей праведности, норм богоугождения, благочестивой жизни. Как же выглядели эти пророческие школы, основанные пророком Самуилом? У нас, к сожалению, зачастую бытует такое мнение, что пророк это равнозначно понятию предсказатель, человек, который может предсказать какое-то будущее и так далее. Это, кстати говоря, дело, которому охотно посвящали себя всевозможные лжепророки и подобного рода деятелей немало было и среди языческого окружения, в котором проводил свое историческое существование народ двенадцати колен Израиля. Нет, дело было не только в том, что пророку Самуилу открывалось будущее и он мог научить людей, которые приходили в его пророческие школы, этим каким-то духовным фокусом, подобным кратким курсом экстрасенсов о том, что человек прослушал, получил сертификат и теперь способен лечить, заряжать воду, предсказывать и так далее. Нет, конечно, выглядело это совершенно не так. Суть пророческого служения состояла в том, чтобы познавать волю Божию и следовать ей. Для того, чтобы познавать волю Божию, в первую очередь нужно было изучить закон Божий, нужно было научиться благочестию и вот этот дух благочестия воспринять в своей душе. Тогда человек получал способность сам разобраться в том, что хорошо, что плохо и таким образом прийти к в первую очередь рассудочному, затем к сердечному, а потом уже и интуитивному такому состоянию, в котором он мог познавать волю Божию, мог получить вот такую способность познания воли Божией. А уже познание воли Божией могло в себя включать, конечно, и видение и каких-то давно бывших событий или происходивших в это время, но в других местах, или откровения, так сказать, о будущем, но это не было просто вот такой какой-то шаманской практикой, сейчас, так сказать, по шаманю и скажу. Нет, это открывалось благодаря чистоте сердца, и поэтому в первую очередь необходимо было научить людей соблюдению правил религиозной нравственности, религиозной чистоты, а уже в очищенное сердце приходил Дух Божий, и пророк Самуил молился о своих учениках для того, чтобы этот Дух Божий сходил на них, так что мы знаем историю о Сауле, когда он преследует Давида, скрывавшегося в одной из таких пророческих школ, просто не смог ничего сделать. Посланные им слуги сами начинали под воздействием этого Духа пророчествовать и не могли совершить что-то противное воле Божией, и более того, когда Саул приходит для того, чтобы найти в этой пророческой школе Давида, и на него сходит Дух Божий, он приходит в дом Самуила, раздевается и целую ночь лежит, говоря языками или пророчествой каким-то образом, находясь в таком состоянии постоянного собеседования с Богом, что и послужило причиной появления такого ироничного высказывания «Неужто и Саул ныне во пророках?» часто довольно встречается в святоотеческой, да и даже светской литературе прежних времен. Это такое крылатое выражение «Неужели и Саул ныне во пророцах?» То есть в числе пророков оказался. То есть этот Дух Божий наполняет людей, делает их последователями пророка Самуила, но что самое главное делает их подлинными служителями Божьими во всех проявлениях их жизни и наполняет их сердца благодать Святого Духа, которая способна противостоять всем многочисленным окружающим их соблазнам языческого мира. Все эти, конечно, на самом деле и благие, и отрицательные примеры, которые мы с вами вот в этих историях встречаем, весьма и весьма применимы и к окружающей нас жизни, и к нашему с вами духовному состоянию, являются для нас неисчерпаемым источником поучения и вразумления. Вот такие пророческие школы Самуил также создает по всей стране. То есть фактически суть его религиозной реформы сводится к тому, чтобы не просто привлечь народ в храм, но для того, чтобы качественно изменить этот народ. Люди могут прийти в храм, важно, чтобы они не ушли оттуда такими же, какими они пришли. Для этого их надо учить, для этого им надо проповедовать, их надо воодушевлять, им надо передавать тот пророческий дух, носителем которого являются вот такие избранные люди-пророки. Оказывается, это можно сделать, можно создать вот такие пророческие школы, и впоследствии именно вот такие пророческие школы позволяют сохранить благочестие не только вот в этой обстановке религиозного диктата и филистимлян, но и, например, во времена нечестивого израильского северного царства, уже после разделения 12 колен на два различных государства, мы видим, что и пророк Илья, и пророк Елисей сохраняют и поддерживают благочестие своего народа как раз-таки путем создания вот таких пророческих школ. По всей вероятности, и другие пророки также действуют подобным образом, именно смотря на то, что Силомская святилище находится в упадке и запустении, более того, скиния находится в одном месте, а ковчег завета в другом, религиозная жизнь, как это ни парадоксально, не только не затухает в израильском народе, но и обновляется благодаря служению пророка Самуила и подготавливается к тому, чтобы вступить уже в новый совершенно этап, этап, когда в Иерусалиме создается подлинный, объединяющий уже на века, на тысячелетия весь израильский народ, религиозный центр на Храмовой горе, в котором древняя святыня Храмовой горы, горы Муриа, соединяется с традициями богослужебной скинии, с традициями ветхозаветного богослужения, характерными и сохранявшимися в ветхозаветной скинии, священном храме переносном, который отныне уже уступает свое место первому храму, который строит там Соломон на месте того религиозного центра, в котором вновь ковчег и скиния соединяются на храм в горе с святым царем и пророком Божиим Давидом. Вот это был результат той деятельности святого пророка Божия Самуила, который он посвятил годы, десятилетия своей жизни такого труда, так сказать, духовного вспахивания, сеяния и взращивания духовных побегов, семян благочестия, которые щедрой рукой он распространяет, разбрасывает в души, умы и сердца слушающих его в разных местах детей народа Израилева. Нам же остается призвать пророка Божия Самуила в своих молитвах, ну, о дальнейшем судьбе тех священных мест, о которых мы сегодня говорили, то есть Силомской Скинии, Ковчега Завета и пророка Самуила, Рамы, того центра в Раме, который был им создан, мы поговорим уже в нашей следующей беседе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. виртуز И с виртуз и